Всем доброго дня! С вами канал Сельская Жизнь и я Юля. Сегодня у нас 10 июня. Цветут у нас и яблоньки, и вишни. Стояло у нас два дня тепла и сейчас вчера уже было холодно, но прохладно, по крайней мере. Выше 15 градусов за день не поднялась температура. Здесь я высадила помидоры уличные, пришлось их закрыть, потому что на улице прохладно. Сейчас у нас всего 11 градусов. Восемь часов утра и вот 11 градусов всего. Здесь я высадила кабачки и патиссоны. Посадили мы картошку. Еще вот у меня не высажена капуста, осталась. Сейчас покажу. Высадила пекинскую капусту вчера, что вот успела. Здесь морковка вот уже заросла. Ну, выходит морковка вот. Дождик шел, земля вроде влажная. Сегодня Вика у меня будет полоть морковку. Вот высадила пекинскую капусту. Из 16 штучек зашло только 14. Ну, это неплохо. Вот, и вот еще хочу сказать, значит, вот видите, одна большая, одна поменьше. Сажаю в стаканчики по 2 штучки, по 2 семечка. И она, которая побольше, видимо, не дает расти той второй. Поэтому на следующий год буду высаживать по одному семечку, чтобы росла одна в стаканчике. Вот так вот. Здесь пекинская у меня капуста. Здесь морковка. Здесь я посадила уже под пленку перчик. Вон там вот он у меня здесь растет. Не буду открывать, потому что холодно. И пойдем сейчас в теплицу покажу в тепличке. Это у меня в теплице на улице 11, а здесь вот 23. 23 градуса. Все, высадила я все помидоры. И еще посадила сюда же вот по краешку перчики. Перцев у меня в этом году много. И я решила их не садить на улицу, а сделать здесь вот в тепличке. Так как я помидоры сажаю в шахматном порядке, и перчики у меня получились по краешку. Как раз между помидорами. Места достаточно им. И они будут тут расти. Вот. И еще оставила. Вот еще у меня перчик стоит в баночках. И вот здесь вот остатки. Кстати, все перчики уже у меня с цветочками. Некоторые даже есть уже и с этими. Уже с перчинками. Здесь вот маленькая. Вот. Ну где-то есть. И побольше уже. Вот. Осталось у меня высадить вот рассаду. Астры вот здесь у меня еще сидят. И я их тоже должна высадить за эти дни. Ну день сегодня, может быть завтра. И тогда уже я эти остатки перчиков сюда же так же вот по краешку посажу. Здесь у меня всего, наверное, штук 9 может быть. Ну, выберу, конечно, которые хорошие и посажу. Все помидорки подвязала. Все у меня тут готово. Огурчики вот на гряду стоят уже. Выросли. Вот. И эти вот все поднялись. Огурчики неплохие. Здесь вот еще один патиссончик лежит. Здесь еще у меня семена огурчиков. Думала, вдруг не взойдут. Вот. И это патиссон. И это патиссон. А вот этот вот что-то не выходит. Не хочет. И вот цветы еще вот в чашечках у меня тут в коробочках. Георгинчики. И вот это вот циния. Тоже три рядочка. Вот. Огурцы, слава богу, подрастают. Тут вроде бы начали распушаться. Вот один даже уже есть с огурчиком цветочек. Вот уже огурчик есть тут у него. Это этот китайский длинный. Вот. Это тоже китайский длинный. А сегодня буду сажать. Это вот в этой вот баночке, где огурчики. Здесь у меня вятский. И вот я вот в те мешочки посажу в дальние. Я их вчера хорошо пролила, мешки. И туда посажу вятский. Очень мне нравится этот сорт огурца. Гибрид. Вот он. Самый опыляемый. И в теплице подходит. И на улице подходит расти. Поэтому надо мне его обязательно посадить. Ну вот такая вот у меня тепличка. Более-менее стало хоть прибрано. Ну, конечно, погода у нас вообще 11 градусов. Вообще никуда не годно. И на всю неделю передают дожди. Не выше 15. В общем, не знаю, что у нас вырастет. Там вот те саженцы, которые высадили мы черешни, вроде ничего. Прижились, стоят зелененькие. Вот. Ну вот тут осталось мне посадить цветочки. И вот еще надо мне будет найти постоянное место. Это вот у меня клематис маньчжурский, который я в прошлом году высаживала семенами, выращивала. Ну вот здесь у меня вот такие вот тюльпанчики распустились. Пордовенькие. Красивые такие, как петушки с махровыми такими. И беленький. Такой же, только белый. Ну, тюльпанчики уже отцветают. Вот эти белые и вот эти розовые. Давно, долго-долго стоят. Отцветут. Скоро отпадут уже листочки. Это простые белые. Вот лилии поднялись уже красивые. У меня уж к концу всегда июня, где-то числа к 25-му уже всегда были цветы. Но сейчас навряд ли за неделю, за полторы недели они распустятся. Ну, начинает у нас там цвести уже и земляничка цветет, и Виктория уже цвет набрала. Вот. Сейчас пойду покажу еще дома. Везли мне сегодня утром яйцо. Купила я яйцо мини-ликорнов. Вот белое яйцо. Буду сегодня закладывать инкубатор. Вот, набрали 43 штучки. Здесь вот три. Буду закладывать инкубатор сегодня. Хочу, чтобы у меня были белые курочки и несли они у меня белое яйцо. Вот 43 штучки. Сейчас буду ставить инкубатор и закладывать яйцо. А здесь у нас бройлеры. Бройлеры, которые остались у меня на продажу. Здесь вот 30 штук. Берут у меня 15 и 10. И 5 штучек у нас остается нам. Я их никому отдавать не буду. Мы их оставим себе. Через полтора месяца можно их будет уже кушать. То есть нам тут вот, чтобы на лето, на начало осени, до следующих бройлеров, которых мы всегда берем попозже, на зиму, чтобы нам хватило. Сегодня им 5 суток. Вот такие вот они бойкие. Грязнули. Вот не успеешь постелить, уже все загажено. Вот, но заберут их вот недельных. Просят, чтобы до недели я подержала и отдам. Вот наелись, набегались и решили лечь поспать, чтобы жирок завязался. Такие вот они у нас. Ну что ж, я буду закладывать сейчас яйцо, готовить инкубатор. Встретимся попозже. Вроде бы ничего у нас разгулялся денек. Здесь вот я высадила капусту. И вот здесь вот у меня цветная. Там белокочанная, а вот эта вся цветная капуста. Вот, начиная от пекинской. И вот это вот все у меня цветная. А это белокочанная. Позднюю я не сажу, я сажу средне-позднюю. И там еще у меня подготовлена грядочка тоже. Остатки еще капусты сейчас высажу. Вот, здесь у меня смородинка, которая приходили мне саженцы, которые почтой. Это вот селенческая 2. Вот пошла. Дала еще, видимо, от корня веточку. Вот, а это вторая. Это у меня изюмная. Это получше выглядит. Зацвели у нас тоже яблоньки. Сейчас я отойду немножко. Вот такая. О, на солнышке, наверное, плохо видно будет. Но цветет. Это белый налив. А вторая, строевская. Она только-только начинает, потому что она поздняя. А белый налив, она ранняя. Вообще, покупали мы, это не белый налив, а должен быть сорт гарнист. В прошлом году у нас вот были первые яблоки. И по вкусу они как белый налив. Вот, а гарнист оно должно быть вообще не желтое, а красное. Вот, и сладкое тоже раннее. Ну, я не особо люблю кислые яблоки, поэтому я как-то очень расстроена с этой яблонькой. Вот, а та яблоня, не знаю, как строевская, надо посмотреть мне, что оно из себя выглядит. А так-то очень сладкие яблоки, зеленые, с таким красным разводом. Бачок один такой, как в разводе в красном. Но они были не сильно крупные, такие вот мелковатые, вот, как белый налив тоже, не сильно крупные. Но были очень сладкие, поэтому я той яблонькой довольна. Вот, и вот у меня осталась еще вот здесь вот капуста. Ее высажу. И буду готовить цветники для астр. Сейчас вот пойду туда вот, где у меня еще земляничка, там подготовлю. А сейчас пойду, сейчас пойду, у меня там тесто подошло, пирог хочу с капустой постряпать. Потом выйду снова на улицу. Вот выложила уже на противень низ пирога и капусту. Капуста у меня здесь обжаренная немного, с зеленым луком. А вот это вот кусочки, это мясо, как они называются, ребрышки копченые. Я немножко посрезала, ну, для вкусности. Сделала, добавила еще. Вот такой красивый пирог у меня получился. Сейчас немного остынет и посмотрим, какой он будет внутри. Вот такой вот пирожочек у меня вот получился. Тесто не стало толстым делать. Вот такая прелесть и вкуснятина. Все, кто с нами кушает, всем приятного аппетита. Ну вот, у нас уже конец дня. Время уже 7 часов вечера. Вот выпалола весь свой здесь цветник. Вика там у меня занималась морковкой. Морковку полола. Плохо, очень маленькая она, ее плохо видно. Вот. И сделала еще вот здесь. Вот сейчас. Ну, не сейчас, завтра уже высажу остатки, которые у меня земляничка выросла. Сюда вот воткну. И здесь у меня будут еще цветочки. Как всегда, у меня здесь растут астрочки. Я их сюда посажу. Вот. Так что погодка у нас вроде бы ничего, разыгралась. Более-менее. Но ветерок, конечно, прохладный. Посмотрю, сейчас пойду, сколько градусов. Время 7 часов вечера. И у нас 16 градусов всего. Вот видите, какая у нас погода летняя. 16 градусов. Здесь вот уже тоже косить надо, все убирать. Да, Миша? Мишенька вот у нас тут вышел. Ну, ладно, пошли мы ужинать. На ужин у нас сегодня гречка и гуляш. Салат из огурца с вареным яйцом и с зеленью. Зелень укропа, лука и еще зелень чеснока. Хлебушек. Ну, и пить мы будем, как всегда, свой любимый кефир или йогурт. Все, кто с нами кушает, всем приятного аппетита. А на этом я прощаюсь с вами. Наш день закончился. Всем желаю солнечных, светлых, теплых дней. До новых встреч. Всем пока. Прошло вот, наверное, минут 40. Я вышла на улицу. Посмотрите, что у нас там тянет. Все затягивает. Остатки голубого неба. А оттуда тянет вот такую черную-черную тучу. Это вообще ужас. Опять начнется сейчас дождь. Поднимается уже ветер. Ну, в общем, лето нам, похоже, не видать. Будем надеяться на лучшее. Вот так вот я с вами буду прощаться на голубом небе. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok